Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии Виктор Звёздочкин, директора аэродрома «Крутится». Привет, Витя! Добрый день! Руководитель общественного движения «Доступ открыт» 30-летний Александр Мехков, инвалид с детства. Теперь он, пожалуй, единственный человек в России с диагнозом «спинальная амиотрофия», который прыгнул с парашютом. И совершен этот прыжок под Рязанью на территории дробзоны «Крутится». Эту мечту молодой человек лелеял давно, но осуществить её не получалось, потому что ни один инструктор не брался за такую сложную и ответственную задачу. В конце июня состоялся уникальный прыжок, который теперь обсуждают сотни тысяч человек на просторах сети интернет. Витя, информационным поводом твоего приезда к нам в студию стал уникальный прыжок с парашютом человека с диагнозом «спинальная амиотрофия». Это впервые вообще в России произошёл такой прыжок. Расскажи, пожалуйста, как вы к нему готовились? Ну, для нас тоже это было, скажем так, неожиданностью. Дело в том, что выполнение прыжков с людьми со сложными диагнозами, вообще там с колясочниками, в принципе, да, у кого тело не настолько подвижно, сколько это нужно для выполнения прыжка, не это вообще-то сам процесс очень не свойственен для аэродромов, которые выполняют прыжки с парашютом. Ну, к одному из наших инструкторов, который проживает в Москве, постоянно обратились как раз ребята с просьбой помочь. Сказали, что другие аэродромы, в принципе, не берутся это сделать. И это как бы не произошло. Сначала поступила информация к нам, что можем ли мы это сделать. Получилось так, что в это же время, небезызвестный нам, вот, Юрий Горбашов, о котором мы общались до этого, находился здесь в России, на нашем аэродроме. И, в принципе, имея уже опыт за рубежом таких прыжков, и на нашей базе мы приняли решение, что такой прыжок мы произведем. Наверное, все боялись, потому что человек, насколько ты мне рассказал, уже мечтал давно, но никто не брался за него, да? Ответственность большая. Вы вообще как себя ощущаете? Ну, волновались все, начиная от тандем-мастера, который, в принципе, такие похожие прыжки делал, выполнял. Ну, и весь личный состав аэродрома, потому что, как загрузить человека в самолет, как встретить его, то есть, если ноги полностью неподвижны, шеи неподвижны. Это было целое мероприятие, то есть, загрузка в самолет, сам прыжок, отделение, удержание самого пассажира, так мы называем тех, с кем прыгает тандем-мастер, в момент раскрытия, потому что сильный динамический удар, форма тела пассажира необычная, да, то есть, подвесную систему подгоняли специальным образом. Ну, было, волнение было очень большое у всех, абсолютно, начиная от наземной группы, заканчивая летчиками. И вы сняли видео всего этого процесса? Да, сняли видео, наш монтажер Артем Арестов все это смонтировал, и в итоге получился такой видеосюжет, который уже очень много, не одну сотню тысяч просмотров в интернете набрал. И отзывов в том числе. Отзывов, да, очень много, и я бы сказал, что не только в России отзывы получили мы от международного сообщества тем, как и со стороны парашютистов, так и со стороны людей с ограниченными возможностями. Ну, помимо людей с ограниченными возможностями, все-таки парашютный спорт, прежде всего, спорт для людей сильных и духом, и хорошо подготовленных физически. В частности, вот недавно у вас прошел фестиваль с таким интригующим названием «Дикий отрыв». Да, да, это фрифлайф фестиваль. Фестиваль был, ну, не побоюсь этого слова, всероссийский. Приехали к нам спортсмены, которые выполняют прыжки в данной категории с различных регионов, абсолютно. То есть география широка настолько, что мы даже начали фотографировать номера автомобилей регистрационных тех регионов, которые приехали, потом перестали это делать, потому что весь список проще было перечислить. Вот. Скорость около 300 км в час, чтобы головой вниз, чтобы не навести друг другу травму, чтобы все это было еще красиво и безопасно. То есть отбор был очень достаточно непростой. То есть не каждый мог туда, из тех, кто пожелал. Прыгали все в момент фестиваля, но участвовать в формациях в фрифлайе только допускались люди, которые проходили по определенным критериям. То есть это определенное количество прыжков. Определенное количество прыжков, опыты именно в этих дисциплинах. Потому что можно делать что-то одно, а потом попроситься в формацию скоростную, например, в другой дисциплине, и попасть туда было очень непросто. Ну, к вам же приезжают не только опытные спортсмены, прыгать может кто угодно, даже случайные проезжие проходят. Вообще-то ввиду того, что аэродром находится рядом с трассой, с федеральной, люди просто видят красивые парашютики, в ней заворачивают. И как бы многие остаются в нашем сообществе. Да, то есть они прыгнули в тандеме, им это понравилось. Тут же прошли программу АФФ. У нас сейчас, как мы до этого уже рассказывали о том, что у нас проходила переподготовка инструкторов. И ввиду того, что это получило огласку соответствующую, и положительный отзыв тех, кто уже прошел, у нас сейчас программа АФФ работает без остановки. То есть мы имеем количество инструкторов, необходимое для того, чтобы быстро и качественно готовить студентов АФФ. Студенты, соответственно, три дня при наличии времени и погоды, за три дня можно просто от человека, который прокатился в тандеме, уже выполнять прыжки самостоятельно. Ну, то есть, чтобы мы понимали, вы еще имеете лицензию, правильно я называю, для подготовки инструкторов. То есть не просто парашютисты прыгают, но и могут приехать. Да, могут приехать, да, если имеют определенное количество прыжков. В принципе, инструктора у нас, там, от 200-300 прыжков, это уже инструктора первоначальной подготовки могут быть. Да, они там, как бы основные прыжки не прыгают при подготовке, но выполняют дополнительную роль, когда необходимо, чтобы два инструктора прыгал. И после 500 прыжков парашютисты уже полностью могут получать инструкторский допуск, быть как и тандем-мастерами, то есть выполнять прыжки с пассажирами, проходить при подготовке, так и быть полностью инструкторами для контроля и подготовки молодых парашютистов. Молодых не по возрасту, конечно, а по опыту. Но такой практикой занимается не каждый аэродром, да, в России их не так много, которые готовят именно инструкторов. Вот именно инструкторов по международной квалификации, да, то есть мы уже говорили о том, что мы сертифицировались по USPA, это United States Parachute Association, это организация, которая законодатель моды в парашютном спорте вообще во всем мире. В России несколько аэродромов, мы уже как будто, сейчас вот четвертый, насколько я знаю, появляет, проходит сертификацию. Вот, и мы имеем полностью весь документальный пакет для того, чтобы и практические навыки наших инструкторов, чтобы готовить и инструкторов, и парашютистов как таковых. А если просто обычный гражданский человек, который увидит сейчас наш выпуск, захочет приехать к вам и прыгнуть, что он должен сделать, и каким образом все это проходит, какие возможности вы предоставляете? То есть, ну, начнем с того, что вся парашютная подготовка на нашем аэродроме делится на таких три начинания, да, это парашютисты перворазники, как мы называем, это те, кто выполняет прыжки с парашютами, такие, как прыгают в армии, выполняют прыжки, то есть круглыми десантными парашютами. Каждый день можно, там, в 5 суббота-воскресенье при наличии кворума проходит подготовка. Очень много, особенно из рязанских кадетских корпусов, из кадетских классов, это вот сейчас наступили каникулы, просто группами приезжают, готовятся к службе в армии, к поступлению в военное училище. Это отдельная подготовка. Вторая подготовка, второй вид прыжков, это тандем. Прыжок, это когда человек увидел, захотелось, это больше похоже на аттракцион. То есть, высота уже прыжка там 4 километра, 4200 метров просто. Люди выезжают настолько счастливые после этого и довольны. А тех, кому это понравилось, они проходят переподготовку и уже выполняют, как обычные скайдайверы, прыжки. Ну и сами скайдайверы, в принципе, приезжают. Сейчас среди парашютного сообщества Санкт-Петербурга мы стали очень популярны. У них не работает их аэродром в том ключе, в котором им нужен. И уже третью неделю, после фестиваля «Большой отрыв», группы из Санкт-Петербурга к нам просто едут пальчиками прыгать, прыгать. Вот сегодня я сейчас еду на аэродром, еще группа одна приехала, прям на 3 дня забронировали там 3 самолета, номера и будут работать. Забронировали небо над Рязанией, да? Да, над Рязанией, да, питерские спортсмены. Витя, ну спасибо большое, что пришел к нам в студию. Мы попрощаемся с представителем одного из самых романтичных мест нашей области, аэродрома Крутицы, с Виктором Звездочкиным. Мы желаем вам успехов, прощаемся, до следующих выпусков. Все хорошо, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!